Мастерство, сила души. По таким названиям в музее чувашской вышивки открылась персональная выставка народной мастерицы Людмилы Болтаевой. На ней представлены костюмы и украшения чувашских женщин. Сегодня все мы стараемся как можно надежнее скрыть свои персональные данные. А наши предки – народ добрый и открытый. Наоборот, всю информацию о себе выкладывали в буквальном смысле на одежду. Украшения и наряды заменяли собой паспорт. По ним можно было прочитать, какого возраста, из какого рода человек, семейное положение и даже профессию. Для нашего поколения это искусство как китайская письменность. Расшифровать ее могут только истинные мастерицы. Людмила Болтаева может выступить в роли эксперта. Девушка у нас всегда была, на голову надевали тухью, головной убор, в сравнении. А женщина всегда на голову надевала хушпу. И теперь опять у женщин на груди шульгиме, такой древний оберег защита. А у девушки пока его нету, потому что девушка шульгиме не надевает на грудь. Хушпу, ама, алга, сула и другие украшения раньше делали из чистого серебра. И весили они больше двух пудов. Чувашских женщин такая тяжесть совершенно не смущала. Их мужья зачастую, как и в случае Людмилы Болтаевой, были умелыми мастерами кузнечного ювелирного дела. Сейчас мы применяем уже другие материалы, потому что серебро это дорогой все-таки достаточно материал. И мы применяем уже современные блестящие белый металл. За такой красотой кроется несомненно кропотливая работа, требующая не только творческих способностей, но и усидчивости. Силы воли чувашским женщинам не занимать. Это у них в крови. На чердаке стоял сундук, где от бабушек, дедушек, прабабушек остались всякие украшения, бисер, монеты. И вот она всегда там играла. И потихоньку собирала для себя украшения какие-то. Это все здесь заложилось. А сейчас, когда со мной познакомилась, я этим уже занимаюсь профессионально, у нас получился вот такой тандем. Примечательно, что вот Людмила и Николай, они не отдельно работают. У них идеи, вот эти мысли, как они мне рассказывали, я их знаю давно, дружим. Они рассказывали, что вот эти идеи, они рождают вместе. Умение и труд все перетрут. И даже границы между странами. Старший сын Болтаевых Азамат сегодня живет в Чехии. По его проектам, чешский монетный двор чеканит самые красивые деньги. К слову, в июле прошлого года в Чебоксарах состоялась его первая персональная выставка. Серебро не ржавеет. Чуваши его предпочитали золоту, наверное, еще и за целебные свойства. И как не поверить, что своя ноша не тянет. Ведь в ней закаляешь тело и черпаешь силу духа. Мальвина Петрова, Сергей Адушкин, Республика.